11 апреля 2018 года Как, друзья, вы готовы подтянуть ваши животы? Может быть, они у вас недостаточно тощие? Может быть, с вас еще не падают штаны? Может быть, потуже вам завязать свои ремни и пояса, чтобы брюки-то не спадали? Потому что грядет новое время оброков. Вы скажете, что вас уже и так обложили со всех сторон. Да нет, еще не так. Вы же еще живы. А раз живете, значит, вы достаточно имеете средств, чтобы вас снова обложить оброком. Вот когда вы все поляшете в землю, ну тогда, возможно, наше правительство, такое дурное, неадекватное правительство, вдруг решит и поймет, что все уже с народа брать нечего. Народ-то уже умер. Так вот, вы знаете, да, что у наших олигархов забрали деньги. Забрали деньги не все, конечно, а забрали каких-нибудь у кого-то, там, скажем, у Потанина забрали 10%, у него забрали всего-то, навсего полтора миллиарда, но у него еще осталось много миллиардов, да. Поэтому у него, ну да, может быть, он и не подтянет свои штаны на животе, но он, однако же, обеднел. А вы что думаете, он хочет вам подарить эти полтора миллиарда, если Запад у него забрал, значит, его крестьянин, который платит ему оброк, уже и так всю жизнь, он должен возместить ему. Но Запад же не хочет возмещать, а значит, должен возмещать кто? Народ, конечно, народ. Но не даром же эти упыри сидят. Представляете, каких-то всего 300 упырей пожирают весь народ, и народ терпит, и им не хватает денег? Ведь этим 300 упырям не хватает денег те, что они собирают с народа. Когда же это закончится? Вы скажите, когда же они нажрутся? Они уже пухнут и разрываются от этих денег и от крови народной. Итак, давайте посмотрим, что говорят наши правители на эту тему. Есть такая статья, я даю скриншот. Дерипаски помогут деньгами налогоплательщиков. А вы думали, конечно, так. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что компаниям, угодившим под американские санкции, будет оказана господдержка. В частности, помощь получат все предприятия миллиардера Олега Дерипаски, которые попали в черный список, и их спасение может обойтись бюджету дороже, чем расходы на здравоохранение. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, сказал Медведев, намекая на Русал, в котором Дерипаска контролирует 48% и холдинг ЕН+, в который, помимо алюминиевых заводов, входят электростанции суммарной мощностью 20 гигаватт. Поддержка потребуется для обеспечения торговой продукцией оборонно-промышленного комплекса, добавил Медведев. Но какой оборонно-промышленный комплекс? Вы о чем? Вы говорите о том, о возмещении просто денег, Дерипаски. И если через энергетику, значит, будет повышение электротарифов. Это же понятно, да? Рособоронэкспорт, это говорит Медведев, ежегодно продающий оружие на 15 миллиардов долларов, также включен в черный список США. То есть мы еще будем покрывать Рособоронэкспорту его недостающие деньги, которые теперь он будет терять, потому что он включен в санкционный список США. Не народ включен, а вот эти упыри включены, но будут они с народа качать деньги. Попадание в этот список означает полный запрет для американских резидентов на владение акциями и облигациями под санкционных компаний и любые расчеты с ними. Фактически Минфин США дал американским юрлицам месяц до 7 мая на то, чтобы полностью выйти из всех вложений в бизнес Дерипаски, Русал, группу Газы и ЕН+. До 5 июня должны быть свернуты все операции и договоренности с ними. Запрещаются в том числе сделки через третьих лиц, которые также могут попасть под санкционный режим. Для Русала это с высокой вероятностью означает дефолт по еврооблигациям, предупреждает аналитики Райфайзенбанка. Фактически санкции запрещают операции через корсчета в американских банках, делая невозможными долларовые расчеты и, как следствие, погашение займов перед западными кредиторами. На полное рефинансирование долгов, попавших под санкции компаний, потребуется 13 миллиардов долларов, оценивает глава операций на фондовом рынке РФ Фридом Финанс Георгий Ващенко. Это почти 800 миллиардов рублей по текущему курсу. Больше, чем за год федеральный бюджет тратит на всю систему высшего образования или здравоохранения. Я, конечно, не знаю, что вообще тратится на наше здравоохранение или образование. Я знаю только, что все эти деньги будут браться с... кого? С русского, российского народа. Но так ли это плохо, скажите, эти санкции для олигархов, которые введены для олигархов, так ли это плохо для народа? А давайте посмотрим на вот эту конфузную для олигархов ситуацию с другой, с народной стороны. Вы понимаете, что происходит, да? Что сегодня все те деньги, которые снимаются и выкачиваются из России в виде ресурсов, а за них деньги, за эти наши ресурсы идут куда? В банки олигархов в виде валюты. То сегодня они это не смогут продавать. То есть продать-то, может, и смогут, но деньги в свои банки они не смогут уже закачивать. И им придется, может быть, назад эти деньги в Россию закачивать, потому что они побоятся, что их снова арестуют и пропадут все эти деньги. У них доллары, евро и всякая другая валюта пропадет на Западе, потому что они все под санкциями. Таким образом, возможно, будет накопление рубля в России. А тогда российскому рублю придется крепнуть. Вы понимаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну так вот это у нас в лапотной России. То есть арест олигарховых денег на Западе приведет к тому, что олигархи вынужденно будут укреплять наш российский рубль и не выводить его за границу, как они делали до вчерашнего дня, до обвала рынков и до ареста их денег на Западе. Может быть, это хорошо для народа? Ну, я сомневаюсь, конечно, что что-то обломится народу. Они будут, конечно, накапливать, накапливать теперь и в рублях. Но что будет дальше? А дальше у них тупик. Дальше нужно будет решать проблему. И как только они этого самого Путина, вот эту вешалку без человека внутри, этот самый пустой костюмчик, поменяют на живого человека, любого другого. А это может быть, кстати, и Ксюша Собчак. Как вы не плюетесь и не смеетесь? Но это ведь не во мне дело. Я могу это только озвучивать. То, что я вижу. Ее готовят. Она еще сырая для нашего пьедестала. Но ее готовят. И здесь они вступили в борьбу. Ксюша Собчак и жена Медведева. Вот почему под Медведевым зашатался трон. Но в связи с тем, что наложили санкции, и что силовики не хотят менять пустой костюмчик Путина на пьедестале власти, и пока не признают Ксюшу Собчак. Но в связи с этим, конечно, Медведева пока могут оставить на своем месте. Оставят Медведева, значит, и Светлана Медведева останется тоже дамой России. Ну, какая-никакая, но уже дама России. Никуда вы от этого не денетесь. Приходите на конференции. Я вам расскажу подробнее, что это такое, если кого-то это больше интересует. Ну, а так, я думаю, и этой информации достаточно то, о чем я вам сказала. Итак, я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Рассказала вам интереснейшие, эксклюзивные версии своего видения мира и событий политических, как они есть.